Добрый вечер! Если вы сами свою машину не сломаете, вам ее сломает ваш любимый официальный дилер. Это даже не анекдот, это такая теперь уже пословица. Потому что ситуация с дилерским обслуживанием наших автомобилей, она ухудшается, дна своего она еще не достигла, но тенденция развития говорит о том, что дно, конечно, достижимы даже в этом тяжелом вопросе. Масса причин порождает вот эту конфликтную ситуацию. Во-первых, не забывайте, что автомобильный бизнес, как и любой другой бизнес, обещающий быстрые и большие, а заодно красивые деньги, он начинался с бандитизма, и практически все официальные дилеры первой волны это бандиты, либо это ФСБшники, КГБшники и прочие силовики, которые подпирали тему бизнеса своими руками и навыками с другой, с противоположной стороны. У нас по всей упору на слуху и на виду несколько очень крупных холдингов. В первооснове своей бывшими чекистской крышей, правда, конечно, к ним добавилось другое количество не менее интересных и хорошо стоящих на ногах с тенденцией к устойчивому развитию дилерских холдингов, попавших под силовиков несколько позже, и остается, конечно, довольно большое количество предприятий, абсолютно бандитских и при этом абсолютно легальных. Есть еще одна большая серьезная неприятность, это взаимоотношения представительства и дилеров. Если во всем мире дилер это кормилец и представительство бренда к нему относится максимально лояльно, по-доброму, всячески его поддерживает, то у нас представительство это такая концлагерная администрация, которая считает военнопленными всех своих дилеров и относится к ним, мягко говоря, унизительно. Тоже не добавляет позитива на нашем конце мира, где мы всего этого не видим и всего-навсего являемся потребителями автомобилей. И ко всему прочему происходит еще масса, конечно, событий, не связанных с тем бандиты они или чекисты они, это абсолютно не важно. Первая причина, по которой мы вынуждены обращаться к дилерам регулярно, это то, что мы глупеем и все больше ленимся. Уже не осталось тех людей, которые всерьез занимались обслуживанием автомобилей самостоятельно, все больше людей живут по принципу «я заплатил, мне оказали услугу». Ну, уже не охота, ну, уже не интересно, ну, правда, конечно, много техники уже и не починишь. Во-вторых, конечно же, это правила игры, навязанные нам, это обманное злоупотребление доверием, а также это тот самый дилерский контракт, согласно которому мы, в общем, как-то почему-то непонятно, с какой стати привязаны именно к дилерской сети и обязаны там обслуживать свои машины в гарантийный период. Хотя, конечно, это на самом деле в Уголовном кодексе действия, имеющие массу интересно прописанных статей. Немаловажно вот что. К 2008 году у нас по стране автомобильный бизнес развивался так же, как и все остальное, росли продажи, особенно они, конечно, росли в Москве. В Москву устойчивым потоком шла молодежь, шли люди среднего возраста со всей страны, схема была практически одна и та же, человек приезжал на какой-нибудь столичный вокзал, выходил в Москву, через пять минут он устраивался на зарплату, совершенно недосягаемую для москвича. С первой зарплаты он покупал себе айфон, со второй он брал кредит на машину. Под это дело, под такой вот безудержный рост кредитного потребления машин, конечно же, в первую очередь затронувший Москву, а потом уже остальные крупные города, приходилось развивать дилерскую сеть. И в кризис 2008 года все вошли с невероятными финансовыми обременениями. Долгов было дикое совершенно количество, в основном продиктованными тем, что по дилерскому контракту нужно было всю ту прорубу проданных машин, естественно, обслуживать, хотя просто элементарное то. А теперь бац, кризис, люди перестали покупать машины, во-первых, тем самым недозагрузили волной хотя бы первого, второго, третьего ТО сервис с одной стороны. С другой стороны, оттуда спрыгнули моментально те, у кого закончился гарантийный период, кто обслуживался еще по инерции. И также ушла часть людей, у которых просто возникли такие трудности по жизни, что им стало не до вот этих вот правил игры. Будет гарантия, не будет гарантия, да провались она пропадом. Есть более важный вопрос, тут на колбасу не хватает. Соответственно, у дилера, с одной стороны, у него совершенно колоссальные долги, проценты капают, оборотка закончилась, фонд заработной платы закончился, и масса недвижимости, с которой непонятно, что делать. Кто-то успел достроиться, кто-то не успел достроиться, а клиент туда не пошел. Первичные продажи упали, и вот эти обращения в сервис, естественно, тоже упали. Начались сокращения персонала. Кого, в первую очередь, увольняют? Увольняют самых толковых, потому что у них, как правило, самая большая зарплата. Довольно прозрачная схема у многих официальных дилеров сводилась к тому, что слесарь в ремзоне получал очень хорошие деньги, благо у него были золотые руки. Вот этот слесарь сразу пошел за забор, либо потому, что его уволили целенаправленно, либо потому, что ему сократили доход до невыносимого, и он ушел. И остались люди уровня стажера, пробующих тему, неумехи. Короче говоря, хорошие ушли, плохие остались, качество резко упало. Дальше. Люди, естественно, так или иначе, как-то еще сервисы посещали. В силу разных причин. Не произошло такого полного обнуления. Но тут же резко началась, начала расти, с одной стороны, стоимость любой услуги, во-вторых, стоимость запчастей, и в-третьих, норма час. Началось удорожание. И вот эта тенденция, она не закончилась, потому что, даже когда кризис отступил, вместо того, чтобы по-доброму улыбнуться клиенту, что произошло? Мы увидели звериный оскал родного дилера, который начал за наш счет покрывать издержки предыдущих лет. На сегодняшний день норма час настолько чудовищный, что вызывает полное изумление. Посмотрите, что происходит, например, по корейским брендам. Мы ко многим из них еще относимся как к автомобилям далеко не первородным, не первосортным и не престижным. Хорошая машина середняка, но сервис у них зверски абсолютный. У некоторых корейцев стоимость норма часа, стоимость запчастей и в целом на круг обязательное техобслуживание превосходит породистых, например, немцев. Это удивительная тенденция, но она говорит о том, до какой степени дилер не направлен к нам. И на сегодняшний день мы имеем такую картину. Даже подневольными, будучи, либо по доброй воле, но так или иначе клиентами сервиса, мы получаем ухудшение качества при удорожании обслуживания. И качество падает, клиентов при этом все меньше, соответственно, для того, чтобы покрыть издержки, опять-таки увеличивается норма часа и стоимость запчасти. А сверху над всем этим балаганом царствует представительство, которое очень тщательно отслеживает, во-первых, зависимость и уязвимость позиции клиента, с другой стороны, наглость и сверхприбыльность официального дилера, и при этом пытаются сдержать атаки федеральной антимонопольной службы, которые пытаются... Они, ребята, очень вялые, такие туповатые, но даже они догадались, что здесь что-то не то. О том, что это уголовка в чистом виде, они пока еще не догадались, но поняли, что, кажется, можно как-то было бы, наверное, разрешить обслуживание автомобильной в гарантийный период не только у официального дилера, но и у любого знакомого с этой маркой. Ко всему прочему, нужно просто обеспечить допуск этих, что называется, гаражных сервисов к запчастям, потому что представительства, естественно, здесь тоже стоят насморти. Они говорят, с нашего центрального склада фигу, кто что получит, потому что мы торгуем любой железкой в три конца, в четыре конца и в пять концов. А иначе с чего мы будем жить? Ведь основная прибыль дилера складывается не с количества проданных автомобилей, там маржа очень маленькая, а с сервиса, где можно будет вытрясти из штанов любого клиента. И вот кризис-то на самом деле вернулся, и сейчас продажи опять падают, и многие не успели перегруппироваться, они только передохнули, и у них опять обвал продаж, соответственно, опять пустующий сервис. И одно из центральных изданий недавно проводил опрос среди своей аудитории, и выяснилось, что 58% людей после гарантийного периода к дилеру уже не возвращаются. 18% опрошенных в принципе никогда не ездят к дилеру, делают все сами, и только 24% в постгарантийный период по инерции еще ездят к дилеру. 24% прокормить вот эту всю наглую свору дилеров не могут. А у дилеров, как только получается лишний жирок, обратите внимание, в нашу пользу не приходит ничего. В нашу пользу, ну, по большому счету, шиш с маслом. Поэтому, сколько бы ни менялось в худшую или в лучшую сторону экономической ситуации либо у дилера, либо в целом у всей страны, не получается никогда доброты в наш адрес. Мы всегда уязвимы, всегда зависимы, и всегда дилеру почему-то должны, при том, что, по большому счету, на сегодняшний день вся их деятельность очень близка к грабежу средь белой дня. Вопросу, что делать, в 2013 году исполнилась, наконец-то, круглая цифра, потому что 250 лет, в 1863 году он был сформулирован Чернышевским, пока Чернышевский размышлял над ним в тюрьме, в Петропавловке. Ответа два. Первое. Это мы не покупаем машины и ждем, пока в ближайшие пару лет сначала умрут все дилеры, потом умрут все представительства, счетчик обнулиться и к нам придут, может быть, с доброй улыбкой на лице и будут считать нас за людей. И второй вариант. Пнуть федеральную антимонопольную службу, чтобы она занялась делом, что тоже вряд ли. Перерыв на новости. Тема вызвала невероятно живой отклик. Моментально взорвался телефон и тут же моментально среагировал интернет. Во-первых, Антон пишет. В нашем небольшом башкирском городке официальный дилер Автоваза берет 30 рублей за установку коврика в салон и 50 рублей за установку коврика в багажник Лады Гранты. Вот это к разговору о зверином оскале империализма. Михаил пишет к вопросу о дилерах. Как же конкуренции? Дилеров очень много и по идее они должны конкурировать между собой за покупателя. Хотя, судя по продавцам, владельцев это особенно не беспокоит. Или в России все не как у людей. Да, на самом деле, конечно, все не как у людей. Конкуренция, она не исключает картельного сговора. Все держат цену первичной покупки, все приглядывают друг за друга, сколько у кого, какой норма час. И все, сговорившись между собой, в первую очередь зарабатывают на запчасти. Запчасть чудовищно дорогая, потому что вот даже конечный продукт, сам по себе автомобиль, собранный из этих самых запчастей. Если машина в нашей стране продается за 50 тысяч евро, средненькая машинка за полтинничек, у нее себестоимость, сколько стоит ее собрать из этих запчастей, не превышает 2 тысяч евро. Вот эти все, двигатель, тормоза, руль, салон, кондиционер, коробка передач, привода, это все вместе, 2 тысячи, а 48 сверху, это вот как раз жадность, наглость и безнаказанность. И представьте себе, если из этого комплекта собирают за 2 тысячи машин, сколько стоит одна тормозная колодка, которую нам продают на некоторые бренды по 15 тысяч? Она стоит центов 12. А сколько стоит такой чудовищный девайс, как, например, видеокамера заднего обзора? Вот если вы захотите установить такую опцию на свой автомобиль, вам выкатят ценничек там где-нибудь в 15-17 тысяч, иногда в 20, можно, конечно, и за 40 его поставить. Сколько стоит видеокамера? Ну, она стоит где-то, наверное, по закупке центов 80. По закупке, то есть в производстве, в растаможке, в контрабандной поставке, в прибыли всех в цепочке, а на конечному потребителю обойдется 80 центов. Нам она придет за сколько долларов? За 2 тысячи долларов, за 3 тысячи долларов. Вот именно это и есть прибыль. И конкуренции никакой нет. Есть, конечно, определенное выдергивание клиентов в дилерской сети. Я много раз вам рассказывал, как, например, нужно покупать машину фирмы Volvo. Нужно пойти к одному дилеру, заключить контракт, а потом этим контрактом махать перед носом у второго дилера, чтобы он дал вам скидку, заключить с ним контракт, пойти к третьему доллару, сунуть ему в нос эту скидку, чтобы он ее увеличил, и в итоге купить машину где-нибудь у 8-9 по счету дилера. Потому что 8-9 уже прогнется по-серьезному. Потому что он понимает, вы все-таки клиент, а у них план продаж, план тоже надо выполнять. Все остальное они, конечно, доберут уже по ремзоне, стрясут с представительства, но они в том числе могут упасть ниже закупочной, ниже инвойсовой цены. Это тоже о многом говорит в распределении прибыли. Поэтому конкуренции как таковой всерьез по-честному нет. Есть дележ рынка, и в этом деле же рынка мы тоже, конечно, можем половить свою привлекательную рыбку. Илья, здравствуйте. Алло, добрый вечер, Сергей. Здравствуйте. Тема очень, поэтому как бы хотел тоже свои 5 копеек вставить. Давайте. Недавно покупал машину где-то весной супруги, соответственно, не буду называть марку, японская марка, но, как вы и сказали, сначала к одному дилеру заключил контракт, пошел к другому дилеру, помахал контрактом, получил еще больше скидку. Ну, вот единственное, что, правда, в этой схеме плохо, то, что деньги, то есть предоплата, которая там 15 тысяч, ну, небольшая, она не возвращается не сразу. То есть потом я в течение месяца ждал возврата двух этих. Да, но поскольку они, к счастью, все-таки не являются финансовой организацией, оказывающей нам финансовые услуги, то они не могут прикарманить себе эти деньги, потому что это статья 159-я. Занимает там недели 30. Да, к сожалению. Но все равно, как в итоге, скидка. Что касается топ-оборудования, то, конечно, сейчас, между прочим, новая мода у дилеров, то есть они говорят, мы вам поставим из придыхания камеру заднего вида бесплатно. Она у нас стоит 25 тысяч рублей, между прочим, а мы вам ее дарим. Ха-ха-ха. Вы правильно сказали, по закупке эта камера стоит еще дешевле, чем 8 центов. Расстояние, которое она рисует на экранчике, не соответствует, они признают, эта камера универсальная, поэтому здесь написано метр, а на самом деле 20 сантиметров, вы запомните, пожалуйста. Да-да, имейте в виду, что вы уже убились. Да, но самое забавное, когда я вижу в салонах автоваза то же самое, как ваши собеседники в интернете сказали, укладка ковриков в салон, то есть автоваз, я смотрю, подтягивается на международный дилерский уровень в нашей стране. Молодцы. Прям как бы вот гордый за автоваз берется. Конечно, конечно. А что касается, ой, извините, Сергей, про то, что касается вообще общей системы, ну, это уже давно известно, кстати, вот если вы помните, есть такая марка, Рено, французская, государственная компания, между прочим. И у них долгое время, я просто сам был владельцем Мегана первого, долгое время была проблема в том, что никаких запчастей, кроме оригинальных, нету. То есть они не передавали на сторону ни чертежи, ни права производить запчасти. И это было, конечно, катастрофа. То есть когда на машину безумных денег стоили запчасти. Ну, на самом деле, производитель, знаете, как во Франции то же самое. Фирма Валио делает дворники и тормозные колодки на Рено, на Пижон, на Ситроен, а также на BMW, на Мерседес, на всех остальных. Но Рено костьми легла, чтобы в нашу страну не просочилась ни одна альтернативная тормозная колодка. Стоимостью 2 цента. Но они реально существуют. Конечно, существуют еще дорогие китайские подделки, средние китайские подделки и дешевые китайские подделки. Но фирма Валио, как универсальный поставщик половины того, что стоит на французских машинах, она это замечательно торгует налево. Просто не всегда получается у нас вклиниться в эту неприятную цепочку. Сейчас стало немножко проще, потому что, например, на американские машины у меня очень многие знакомые, ну, я думаю, не только знакомые, покупают все через магазин запчастей, которые под заказ работают, что выходит в десятки раз дешевле. Особенно на машины, которые производятся в Америке и в Японии, для внутреннего рынка такие же, как продаются. А что касается еще сервисного и слетания с гарантией, если вы помните, в советские годы, ну, я просто достал ко мне в 90-х, но еще с того был на станциях автоваза, я сам специально ездил, и мне по блату за бутылку водки ставили штампик сервисной книжки о том, что я прошел ТО, хотя я к ним даже машину за ворота не закатывал, мне страшно, они гайки не в ту сторону закручивают. Вот, чтобы не слететь в гарантии. Вот я думаю, мы к этому уже потихоньку приходим. Да, в нашей стране все очень быстро русифицируется. Это наша удивительная совершенно способность. Вот, знаете как, анимечивание и обамериканивание происходит не так стремительно, как происходит обрусение. Все, что на нашу благодатную почву попало, почему-то очень быстро искажается в приятных лучах кривого зеркала. Игорь, здравствуйте. Добрый вечер, Сергей. Здрасте. Ну, в принципе, так же продолжаю анекдот, что называется, тему. Январь месяц этого года приобрел машину «Десан Мурана». Ух ты! Я к вам. Совсем доволен. Хороший двигатель, в принципе, с нормальным расходом, мягкая подвеска, комфортабельный салон. Ну, ложка дегтя. Оказывается, автомобиль такого класса не оборудован автоматическим закрытием замка. который присутствовал на автомобилях, аналогичный, только японской сборки. Для меня, конечно, это был гром среди ясного неба. И вопрос, как говорится, не знаю, насколько вы компетентны. Может ли наш отечественный сборщик «Ниссана» принимать такое решение об исключении той или иной опции? Конечно, конечно. У нас как вообще, в принципе, работает этот завод? Он заказывает то, что считает нужным для производства. Это все грузится на кораблик и полгода плывет по миру. И поэтому, чем шире у него номенклатура комплектующих, тем тяжелее доставка. Потому что, когда он везет только левые крылья, это легко и непринужденно. Когда он везет еще и правые крылья, это уже другая упаковка, это тяжело. Если он везет только левые фары, это просто. Но поскольку машине нужна еще правая фара, он должен везти их две. А тут еще вы с каким-то автодоводчиком дверей. Это же просто катастрофа. Желательно. Причем ведь, вы же знаете, в Америке эта машина стоит меньше 30 тысяч долларов. У нас она стоит 60. То есть она, в принципе, начинается у нее, что называется, база от 55 тысяч долларов. При том, что в Америке она не производится, она везется туда морем готовая. А у нас она считается российской. Поэтому доставка у нас по нулевому таможенному тарифу. И спрашивается, вы еще будете выпендриваться? Да вы должны быть счастливы, что вас просто наградили великолепным автомобилем. Ведь вот в этой поставке, вот корабль плывет и везет с собой в деревянных ящиках комплектующие. И там на отдельной палубе под охраной самураев они везут в специальных баночках настоящее японское качество, которым они потом суют в нос вам и мне и говорят, ну так это же настоящее японское качество. Вы же берете суперавтомобиль Ниссан Мурана. И за это цена 55 тысяч на старте. Потому что американцам достается так себе. Ну, потому что в Японии собрали. Вот русский под Питером, настоящее японское, эх, из баночки привезли отдельно, потом опрыскали машину. Так что... И еще один момент, вот тоже интересный. Вот столкнулся, в принципе, с предыдущей машиной, вот Митсубиши, вот сейчас подтверждение еще раз не ставлю. Все, у официалов цены разнятся до полутора раз. Да, вот это как раз признаки конкуренции. Ну, в принципе, да. То есть можно сесть за телефон, обзвонить 3, 4, 5, как говорится, официальных дилеров и выбрать наиболее приемлемую цена. А может заехать к разным дилерам и получить совершенно разную диагностическую карту? Один вам напишет, что у вас стуканул мотор и нужно срочно заменить кузов. Другой вам напишет, что у вас отвалились все колеса и поэтому подлежат замене вместе с коробкой. А тридц скажет, что вам машину нужно перекрасить, потому что она вся у вас не того цвета и в трещинку пошла. Ну, слава богу, до этого не доходило. А хотите еще один интересный пример? Давайте. Из этой же темы. На автомобиле был установлен доводчик стекол. Ну, понимаете, при закрытии центрального замка открытые стекла закрывали. Смотрите. После установления функции водительское стекло штатно перестало работать. То есть работает по принципу антизачемления. Закрывается и тут же открывается наполовину. Дважды посетил салон. Сейчас называть его не буду. Вроде как они пообещали исправить эту проблему. Крайняя надежда, что называется, осталась. Еще один шанс даю. Но ответ в крайний раз конкретно был сегодня. Вы молодой человек, извините, но мы с этой проблемой справиться не можем. Давайте мы снимем эту систему и деньги получите назад. Как вам это нравится? Мне нравится. Тем более, что когда нам объясняют, почему мы должны лечить свою машину у официального дилера, нам говорят, мы же вам гарантируем, как завод-производитель. У нас же качество. Вот у них просто оно кончилось. Сейчас они возьмутся еще раз лечить вашу машину. Почему? Потому что на пароходике плывет баночка с настоящим японским качеством. Сейчас они руки туда сунут, кривые наши, и вынут позолоченные. И все. И они сразу поумнеют, и они починят. Либо они позвонят тому самому Ивану Ивановичу и скажут, Иван Иванович, зря ты от нас ушел. Мы тут не можем до сих пор всерьез заработать на этих людях, которые понакупали машин. Расскажи, как это лечится. Иван Иванович скажет, ну, ребят, гайка номер 8. А мы не знали, а мы ее выкинули. Мы не в курсе были. Сервис деградирует вместе с системой. А система, заточенная по принципу неуважения клиента и презрению к нашим интересам, она в принципе не развивается. Она только деградирует. Что мы с вами имеем. Поэтому, неважно, у вас большая проблема или маленькая. Вот кто-то из наших слушателей наверняка считает, что это все ерунда абсолютная. Нет. Вот тут нет мелочей. Тут все важно. Перерыв на новости. Клокочет наш телефон 65 10 9 9 и 6, поскольку все мы накупили себе автомобиль и теперь не знаем, что делать с дилерской сетью. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей, очень приятно, что дозвонился к вам. У меня первый вопрос по поводу дилера официального, Релотов Моторс. В Новый год собирался купить, поменять себе машину Opel Astra на новенькую Opel Mokka. Внес предоплату 30 тысяч, как просил дилер. Через месяц привез жену в салон показать. Вот он, Opel, вот Mokka. Жена сказала, мало, давай купим квартиру. И в итоге начали оформлять ипотеку. Приехал в Релотов Моторс попросить обратно мои деньги. И все, мне сказали назад их вернуть никак нельзя. Ага. В уголовном кодексе эта статья называется мошенничество. 159-е. Тем более по обоюдному сговору группа лиц, ну, замечательно. Можете пойти несколькими путями, хотя, конечно, желательно, чтобы вас за ручку держал юрист, разбирающийся в этих вопросах, поскольку можно самым примитивным образом это по территориальному признаку заявление в УВД, а можно начинать с директора этого сервиса, предварительно рассказав ему о перспективах данного уголовного дела. Потому что он-то пойдет солидарным ответчиком. Если это с его ведома, ему тоже сидеть. Понятно. А где вот вы, может быть, посоветуете достать хорошего юриста с этим, ну, который посоветует, как поступить в этом деле? — Ну, знаете как, Александр, хороший юрист от плохого юриста отличается только результатами. Я бы вам порекомендовал, конечно, Генриха Падву, но я боюсь, что он за это не возьмет. Тем более вам придется продать свою квартиру, квартиру жены, жену, и еще весь Риотов Моторс в придачу. Понятно, что они продадутся с удовольствием, но все-таки овчинка выделки не стоит. Ищите. Это тяжелый вопрос. И квалифицированных юристов, способных бороться много, они существуют. О том, как успешно они сражаются, существуют целые сайты, где выложена информация о победе над дилерами. И вот там-то вы как раз себе найдете партнера по этой увлекательной процедуре. 30 тысяч нужно получить обязательно, тем более, что можно еще и пенисник стрясти. Они будут вам совать в нос обязательно дилерский договор, но там не написано, что они являются финансовой организацией со штрафными санкциями, поэтому деньги вы свои получите, а если юрист будет грамотным, вы получите еще и удовольствие, что, кстати, немаловажно. 65 10 9 9 и 6. Борис, здравствуйте. Алло. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Борис. Извините, радио. Да, пожалуйста. Первый раз дозвонился, очень приятно. С дебютом вас, Борис? Немножко не по теме, но у меня машина Мерседес 2008 года, Е230. Ух ты. Да, ну, очень хорошее состояние, в общем-то. Хочу поменять на Chevrolet Camaro, который, по-моему, с прошлого года у нас официально поставляется. Да, да, их целых два вида с совсем большим мотором и с небольшим мотором, с 3,6 и с 6,2. Ну, я, в общем-то, склонен с небольшим, потому что перебегаясь по городу. Вот. Ваше мнение я хотел бы. Борис, у меня сложилось, в первую очередь, мнение не об автомобиле, а о вас. Вы, наконец-то, пришли к тому, чтобы плюнуть на все эти условности и рациональный подход к машине, и выбор делаете душой. Это самое правильное. Потому что вы покупаете себе крылья, и эти крылья, даже если они не будут очень активно по ветру вас нести, они, тем не менее, будут вас сопровождать по жизни. Что абсолютно великолепно и правильно. Ну, мне хотелось, как бы, извините, прибиваю, ну, машины неординарные, то, что вот действительно нет на нашем рынке. Да. Вот. Ну, хотелось бы, чтобы эта машина была, которая официальная, не от серого дилера, непонятно, какой-то там вот допленник. Ну, поддержка, конечно, конечно. Борис, сколько вам лет? Мне 45 лет. То есть вы потихонечку подступаетесь к кризису среднего возраста, когда пошли они все нафиг, я хочу покататься. Ну, да. У меня такое стремление было всю жизнь, в общем-то, но, к сожалению, не было финансовых возможностей. Ну, Ешка тоже, знаете ли, говорит о том, что определенный полет фантазии у вас удался. Хотя, но, конечно, Камарик это здорово. Он будет, он настолько другой, он до такой степени не имеет ничего общего со всем вашим предыдущим опытом обладания автомобилями, что он потребует некоторой адаптации. Его покупать надо под лето, потому что если вы купите его под зиму, не пойдет, поперек горла встанет. Его нужно покупать где-нибудь, вот знаете, вы должны вынести мозги дилеру так, чтобы он в мае эту машину уже для вас выкатил со склада и передал ключи. И тогда вы в лето вкатитесь на Камара и все лето будете безудержно счастливы, а осенью тут дождик, а это американец, а американец заднеприводный, а мощность у него избыточная, а американцы не знают о том, что на свете иногда бывает дождик, они вообще не знают, что на свете бывает снег, поэтому будут некоторые нюансы. Лето как раз для того, чтобы окрылиться и влюбиться окончательно. Если вы купите эту машину под зиму, ну, вы 25 раз спросите себя, зачем вы это сделали? Ну, согласен, в общем-то. Но у меня тоже автомобиль заднеприводной, и мне это не пугает очень. Знаете, заднеприводность в данном случае я о ней же не зря не упомянул, именно потому, как это не сыграет никакой роли. Просто это совсем другое. То есть Шабреля Камару это до такой степени машина, не имеющая аналога, что в ней все, в принципе, сделано марсианами, которые ни разу не ходили по планете Земля. Они сделали ее для Марса. На Марсе она великолепна. У нас, ну, это да, крылышки, с ними здорово, но нужно будет немножечко привыкнуть. Ну, я больше не хочу ускорить свои возможности, в общем-то, но у меня достаточный опыт. Вот. То есть Мерседесе все достаточно так заточено на пользователя, то есть имеется в виду там и всякие электронные системы и так далее. То есть машина в любом случае не поедет, если какая-то угроза сноса, заноса и так далее. Да. Вот. Если этого сети мне отключить. Заведомо. Знаете, Американец может этот момент проспать. Вот если вы давно не ездили в управляемом заносе, то комарик вам как раз подскажет, как это делается. Это когда телеграфные столбы все вежливо расступились, и вы между ними аккуратно проехали на большой скорости. Мерседес таких вещей себе не позволяет. И Мерседес, он имеет приятную тенденцию, с ростом скорости он прилипает к дороге. И когда вы едете на нем как-нибудь вежливо, аккуратно, например, 220, он, в общем-то, стоит как влитой. На 230 его начинает сносить, потому что все-таки у него передние колесики, они перетяжелены мотором, а задние, которые ведущие, они как раз разгружены. Вот тут начинаются у него трудности. Комарик в этом отношении, он другой. Он вас поздравит в первом же повороте пучком седых волос. Андрей, здравствуйте. Алло, добрый вечер. Здрасте. Сергей, я беспокою вас по такому вопросу. Я работаю инструктором в автошколе, практически редко эта тема поднимается. Так. Приобрел автомобиль, наконец-то дождался. Дастер, двушечка, полный привод. Ух ты. Подучебный. Вопрос такой чисто практический. Значит, там допускается трогание на второй передаче. Естественно, учеников будем учить трогаться на первой передаче. Да. Не повлияет ли это немножечко на добрестную коробку Рыновскую? Нет, абсолютно. Потому что первая передача у него тоже предназначена для того, чтобы на ней трогаться. Просто поскольку крутящие ему моменты двигателя двухлитрового хватает в избытке, чтобы тронуться со второй, то он это может сделать. И особенно в городе. Но просто человек получит сразу неправильный алгоритм. Потому что вторая там, где вторая, и человек в голову, соответственно, получает очень неправильный вот этот навык дергать ручку на себя. Первая передача у всех там, где первая, поэтому все правильно, она просто короткая. А вспомните, как раньше на «Жигулях» было. Ты ее только толкнул, дальше газу сразу переходишь на вторую. Да. И здесь будет то же самое. Толкнул, то есть наоборот, все правильно, вы получаете, вы даете человеку устойчивый навык, первая передача, просто она короткая. Через какое-то время этот же самый человек может оказаться за рулем машины, у которой главная пара в принципе другая, и тогда первая передача получается длиннее, но это уже вопрос его адаптации. Вы как инструктор ему никак не вредите, а чисто технически первая передача у него очень работоспособная, и она по синхронизаторам и по шестеренкам очень жизнестойкая. Тем более, что вот эта первая передача, она как раз под грязь. Нырнул, хрюкнул, первый воткнул и погреб к другому берегу. То есть все в порядке, никакого ущерба не будет ни человеку, ни машине. Еще можно пару вопросов из этой же практической области? Мы работаем у нас, у нас четверо инструкторов, мы работали в течение пяти лет на РАН-Логан. Ну, в общем-то, неплохой аппарат, но каждые 15 тысяч у нас летели пыльники. О, резиночки. Строго в 15 течет 4 машины, ну, рулевые наконечники, видимо, это особенности нашей работы, работа на площадке и за против часовой стрелки. Скорее всего, не без этого, потому что пыльники как-то обычно ждут больше, не 15 тысяч, они и 30, и 40, и 70, и 100. Ну, вот на 11 модели, до этого приходилось мне работать 3 года, на 11 модели у меня таких проблем не было. Да, и на Роллс-Ройсах таких проблем тоже нет. Вообще, резинотехнические изделия, первый, второй, третий номер, довольно надежно освоены промышленностью разных стран. И здесь не без особенностей эксплуатации, хотя, конечно, это тоже гипотеза, просто вот те люди, которые у меня под наблюдением катаются на Логанах, многие из них уже подскочили к ресурсу где-то, наверное, 200 тысяч. Про пыльник ни разу из них никто не сказал ни слова. Вот мы тоже интересовались и у таксистов, и просто у знакомых, им это незнакомо. Незнакомо, да. Либо вы, может быть, вам посчастливилось, вы наконец-то взяли машины из одной партии с одинаковыми дефектами, с хромотой на одно и то же левое копытце. Ну, возможно. И последний вопрос. Шкода Фабия РС. Так. Ваше мнение? Хочу взять вместо у меня у дочери старенький Купер. Старенький кто? Ну, пришло время его в хорошие руки, видимо, отдавать уже. Андрей, не расслышал, кто у дочери? Купер. Купер? Да. Ну, старенький Купер, это очень даже боевая машинка, и у нее мотор, соответственно, 1,6 и турбина, да? У Купера. И где-нибудь 150 лошадей? Нет. Значит, у меня Купер 6-го года, 116 лошадей. А, всего лишь 116. И он выжил, у него никаких проблем не было по двигателю у Купера. То есть, можно еще поводить? Нет, дело в том, что это тот самый проклятый мотор, сделанный BMW-шниками и Peugeot-шниками, который у Peugeot живет там 15-20 тысяч, ну, BMW-шники потихонечку от него отказались. 2006-го года, я не помню, какой же они... Это переходная модель 116 лошадиных сил. У них там... Следующая модель уже слава 122. У них там бразильский мотор одно время стоял, потому что у них же многократно были вот попытки подступиться к этому двигателю, но то, что ваш пробежал, сколько он пробежал в итоге? 110. 110. Ну, а что его сдавать-то? Фабия... третий владелец уже. Это всегда вызывает сомнения. А первый его на каком сроке продал, никто не знает, и второй тоже. Значит, я взял его при пробеге 85. Вот он живой, он радует. Я так понимаю, что даже не только вас, но и дочку. И вы хотите под дочку теперь Эреску, Фабию? Да. Ну, что-то близкое, скажем так. А дочка что такая? Дочка такая оголтелая в папу, или у нее просто жизнь так не сложилась? Нет, она, ну, скажем так, это больше папа, скорее всего, будет свое самолюбие в 54 года тешить. Папа играет в дочку, которая якобы играет в красивую куколку под названием Купер, а также Фабия Эрес. Все. Вот теперь... Если у папы бывает время после оголтелых учеников, то иногда сажусь на Купер. Да, Эреска, это, конечно, тоже другой подход. Эреска, это очень интересно. Эреска, машина тоже провокационная, у нее тоже трубовый мотор, и с ней будет совершенно не скучно. Это тоже правильный выбор, и когда Купер себя изъездит, Эреска, здорово, берите. Андрей написал на сайт. Сергей, нашел на просторах интернета ссылку ФАС России, практики организации продаж автомобилей и их сервисного обслуживания ограничивают конкуренцию. Но дальше Андрей пишет, видимо, что-то отменило крестовый поход, мы даже догадываемся, почему. Да, ФАС ухватило один раз вот этой вот попытки дернуться в нужную сторону, а потом ФАС ведь это такая организация, которая она только пугает и больше не делает ничего. Если вы помните, она расследовала мужественно причины удорожания бензина. Была как раз очень приятная коллизия несколько лет тому назад, когда Лукойл с другими конторами вышиб независимых продавцов нефтепродуктов из Алтайского края, и там был кризис очень серьезный топливный, в результате чего удалось доказать наличие картельного сговора. И вообще-то картельный сговор это уголовка. И что у нас ФАС? ФАС это вот такая организация, которая истину установила отважно и перепугалась до смерти. Ну, спасибо ей за это. Поэтому рассчитывать, что ФАС, конечно, что-то сделать не приходится. И полномочий нет, и руки короткие. Да и вообще, знаете, как-то вот стрёмно. Стрёмно. Так, Дмитрий, здравствуйте. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. У меня к вам ряд вопросов. Давайте весь ряд. Весь ряд, хорошо. Пришел начать выбирать Kia Sportage посидел в нём и всё-таки решил пересесть на Kia Sorento. Соответственно, дилер говорит, что машины будут не раньше, чем через три месяца. Ждать неохота. Но интернет пестрит машинами из Кореи. Есть некоторые фирмы, даже организации, которые продают такие же машины в такой же комплектации и дешевле там порядка на 100 тысяч, даже чуть больше. Вот вопрос первый. Нет ли в этом какого-то подвоха и что это за машина? Дмитрий, а что такое случилось? Вы забыли опыт советского стояния в очередях? Вы к дедушке Ленину на поклон не ходили в детстве, нет? Не было такого? Но касательно сегодняшней темы не хочется связываться с этими представительствами, так сказать. Погодите, но отправной точкой вашего нетерпения является трёхмесячное ожидание. А почему три месяца не ждётся? Нет, ну и ценовая политика. То есть за такие деньги не хочется ждать три месяца, такие деньги хочется сразу. Или вы в целом хотите купить эту машину не из официальных рук? Тогда вы выходите на лотерейное поле, где правила определяете не вы, потому что 90% того, что вам предлагается, это обман, развод и уголовка. Угадать вовремя, где именно вас стукнут по голове, отберут деньги, вы на самом деле не успеете, потому что они-то профессионалы, они этим занимаются всерьёз, они с этого кормятся. А тут приходите вы с доброй улыбкой на лице и с какими-то надеждами. В основном вы верите по сценарию русских сказок. Либо авось, либо пронесёт. А они искушённые ребята. Ну, значит, тупик, значит, только там. Вот эту машину, да, на самом деле там, либо, либо потренируйтесь на кроликах, найдите тех, кто этим путём уже прошёл, желательно, чтобы эти люди вызывали у вас какое-то доверие. Тогда всё-таки некоторое количество машин оттуда привозится, а некоторое количество этих машин существует в действительности. Хотя в большинстве случаев это виртуальный обман. То есть машины никакой нет, а деньги у вас, конечно же, отберут. Понятно. А проблем с запчастями потом не будет? Проблем с запчастями не будет, потому что всё-таки у нас альтернативная сеть существует. Такое количество ребят, разбирающихся в этой технике, оказалось за бортом, пинком затвыгнанных от дилеров, что они с большим удовольствием, зная какую-то конкретную модель, практикуют по гаражам. С запчастями тоже проблем нет. Есть несколько государства пытаются победить нас, ведь оно же не зря сейчас, например, будет таможенные платежи за товары, которые мы покупаем через интернет. Именно потому, что мы научились не играть в их игры, именно потому, что жлобство нашего государства нас уже утомило. Вот они теперь чувствуют, что кажется, уходит какая-то денежка. Бюджет же пустой, а право воровать из бюджета имеют только они, а не мы с вами. Поэтому вот сейчас закрываются все лазейки. Пока они не закрылись, можно привезти себе за границей машину, можно привезти к ней запчасти и можно замечательно, не заглядывая в сервисы, ее обслуживать и долго будет бегать. Тем более, что хорошая машина. И еще тоже коротенько, начитал на форумах, что некоторые люди нашли на двигателе аббревиатуру ДД, что обозначает ДТРОЙ. Якобы, что эти машины комплектуются американскими двигателями, дизелями. Да, перед этим у нас несколько веков подряд специально для России фирма Ауди продавала машины с тройной оцинковкой кузова. И в ВИН-коде специально для России, для вторичного рынка России была тройная Z. И когда нам кто-то вот такие машины пригонял, видите, ZZZ, это тройной цинк, это специально для России. То есть она перед этим 40 лет отбегала по Германии с одинарным цинком, а потом пришла в Россию. Сказок очень много. Знаете, это вот сказки, как, например, там, Санг Йонг, это почти Мерседес. У него там на многих деталях стоят клеймы Мерседеса, и двигатель у него патентованный Мерседес, и коробка у него патентованный Мерседес. Можно даже, знаете, попытаться сравнить. Очень многие мерседесовцы это незаконно рожденное дитя за свое не признают. Спросите, это у вас чего? Кофемолка? А, нет, это мерседесовский двигатель. Ой, как интересно. Да, вот представьте себе покупку добротного товара. А человек, человек, мечтающий выпендриться при не меньших деньгах. Вот он купил себе машину, а потом воткнули носом и спросили, зачем ты это сделал? Вот вы скажете, мне нравится, это хорошая машина. А тот почувствовал себя ощемлено, сказал, зато у меня двигатель из Детройта. Вот в Детройте там с автомобильным производством сейчас тяжело, вы же как раз слышали о дефолте этого города, о том, как производство оттуда выведено. В Детройте дизельный двигатель это блистательная легенда. Запомню ее специально, потому что таких анекдотов я давно не услышал. Евгений, здравствуйте. Добрый день. Здрасте. Сергей, ну хотел бы пообщаться по поводу вот Соляриса, год езжу уже на нем, Фендер Солярис. Да. И по поводу того, что, ну как, вот почему я его приобрел? Я его приобрел, хотел брать АХ-35, ну тоже сказали, надо было ждать порядка трех месяцев. А вот Солярис был как раз в наличии, говорит, в течение недели мы вам предоставим его. А машина, мотор какой у вас? 1,6. Ручка? Да, ручка, ручка. Я фанат ручки. Блистательная машина. Вы взяли самый правильный Солярис, летает он как истребитель, и самое главное, что, судя по всему, уже и зад довольно стабильно стоит на трассе, не кидает его. Да, 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 вот хотел именно сказать, потому что первое впечатление было, ну странно, я когда слушал вашу передачу, слышал, вот как вы отзывались о Солярисе, думаю, ну невозможно ехать, говорю, сложно, но чувствую, вот зад вот кидает. А после 15 тысяч, он как влитой и летит. Вот сейчас я уже набегал на нем 31 тысячу, и, честно говоря, я просто восхищаюсь и габаритами, и просто какое-то это чудо, изобретение, которое выпускается на Питерском заводе. Ну не сочтите за рекламу, просто это вот именно эмоции мои. Удачная машина. Вот даже в наше время бывает такое чудо, когда создают удачную машину, при том она очень по уму, мне у нее ценник не нравится, она дороговато, но сделана здорово, мотор замечательный, а шумоизоляция какая? Ведь мотор уже не слышно. Да, не слышно, не слышно. И хотел еще вопросик задать, Сергей, вот какого плана? В любом случае на горизонте маячит, ну дочь увидела, говорит, пап, я хочу именно вот эту тоже машину Солярис, и, соответственно, все-таки склоняюсь к X35-му Hyundai. Дочка решила подсидеть папу и сказала, папа, дай игрушку, купи себе другую. Да, более большую. Какая хорошая дочка. А X35, он очень неплох, но у него есть двухлитровый турбодизель в той самой форсировке в 184 лошадиных силы, который превращает эту машину в блистательную. Вот пока у нее просто двушка бензиновая, либо в 134 лошади дизельная. Ну, хорошая машина, ну да, интересно. Кстати, не так интересно, как на Солярисе, ну, доброта, полный привод, есть какие-то нюансы, где же их нет. Но когда там стоит двухлитровый турбодизель в 184 лошади, это фантастика. Вот насколько ваш Солярис, изумительная машина с этим странным мотором, явно не от нее. Все, потому что моторы взяли с чего-то другого. Что-то пролетало мимо, они просто цап и поставили. Вот то же самое произошло с AX35. Любая другая его версия будет просто машиной, но вот этот дизель, 184 лошади, это полет. Поэтому если получится, возьмите его. А он есть у наших дилеров? Вот представлен в нашей стране? Да, 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 он есть. Его нет у Sportage. У Sportage там по этому поводу какое-то мямление и постоянные рассказы о том, что сейчас завезут, но что-то то ли есть, то ли нет, то ли не получилось. Специально для того, чтобы как-то развести их, поскольку машина-то одинаковая, только внешность у них разная. Sportage посимпатичней, а AX35-то и более спорный. И вот в качестве такого шикарного довеска ему блистательный мотор, великолепный. Когда вы покатаетесь немножко на нем, к вам придет дочка и скажет, пап, слышь, вот что-то мне AX35 нравится, давай ты себе какую-нибудь там возьми машинку побольше, а я на AX35 поезжу. Отберет? Точно отберет? Я понял. Спасибо вам, Сергей. До свидания. До свидания. Так, Александр, у нас с вами еще немножко времени. Здрасте. Да, добрый вечер, Сергей. Как раз вот хотел уточнить, узнать побольше о детищи Детройта. Вынужденно пришлось менять машину и вот в огромном дилерском центре зашли в том числе и в отделение, где продавались джипы. Произвело сначала впечатление, как бы вот произвело на нас с женой джип-компас. Ух ты. Мы как-то так вот много на чем покатались. То есть мы меняем Nissan Qashqai первый. Сначала хотели вот тоже сменить на Qashqai, но более свежий. Потом раздумывали. Так, Александр, быстрее к финалу. Компас вас очаровал и? Компас нас очаровал, но когда мы, значит, пришли и уже практически принесли деньги за компас, очаровал нас Чирокий. Ни в коем случае, Александр, не берите компас. Ни в коем случае.